Мы выехали из Макеевки, я, муж, и забрали мою престарелую маму, которая 78 лет, в марте, 1 марта 14, нет, 15 года, 15 года, да. Это, что произошло с вот этими выплатами, что они заставили нас пройти второй раз просто через такое унижение, даже в ДНР нас так не унижали, как в Украине, что мы сейчас доказываем, мне приходится ходить по инстанциям, собирать все документы. У меня спрашивают специалисты, а почему вы попали в этот черный список? Я хочу спросить также, а почему я попала в этот черный список, который год вообще не пересекала границу ДНР и Украины, вообще жила только в Украине, которая полностью за Украину. Есть эти списки СБУ или нет? Ну, я думаю, что это надуманная какая-то информация и надуманные эти списки. То, что сейчас активизировалась работа по проверке, это я вам утверждаю. Нет, ни приказа СБУ, ни постановления СБУ, но залучат из-за проверки, я так думаю, что будут иваны. На сегодняшний день я вам еще расскажу, что адресная помощь не приостановлена. Здесь вопросы, конечно, стосовно пенсии, но, к сожалению, на этот вопрос я вам ответить не могу. Как это будет у них? Ну, я знаю, насколько я знаю, пенсионный фонд ничего не приостанавливал, выплаты идут. Как шли, мне такой информации не поступало. Вот эти списки, на что они влияют? Ну, вот адресную помощь в этом месяце проплатили с бюджета, а пенсию, на пенсию она влияет. Пенсию нам заморозили, закрыли нам пенсию. И я сегодня была в пенсионном фонде, и мне сказали, я спросила, когда нам будет начисление пенсии, они сказали, мы не знаем. Моя пенсия составляет 1074 гривны, и у нас забрали эту пенсию, и неизвестно, когда нам дадут. Я не знаю. У меня просто нет слов. Не прошла пенсия у МЭТ. Вы пошли потом разбираться? Да. И что сказали? Что сказали? Не получите. А что, нас, говорю, лишили пенсии, я с дедом. Как это, говорю, мы же пенсию заработали. Что, нас лишили пенсии? А, они же. Не лишили, ну, вы же тут не живете. Ну, так туда нам носите, как раньше носили, где мы живем. Ну, в общем, мы сейчас в Белозерке живем, и вот пришли тут. То есть вы выехали, да? Ну, сказано о том, что на Украине есть умершие, есть не живут переселенцы, и они получают пенсию, поэтому выявляют вот этих людей. Вот так. То есть это как проверка, получается, своего рода? Проверка, выверка пенсионеров. И все. А как вы считаете, это правильно, так поступать? Конечно, правильно. Нет, ну, кто его знает, законы нужно вводить такие, чтобы не было двойных выплат. Допустим, умыть человеком платят. Какие-то должны быть связи между кем-то и чем-то. Конечно. А их нет сейчас. Ну, и человеку, которому восьмой десяток уже, и куча болячек, таскать его сюда. Я считаю, что лично. Я после инсульта, и вот здесь вот я болтаюсь уже. Куда-то иди, туда сходи, то забыли, то не дописали, то что-то еще. Я понимаю, у них много работы, но и нас нужно же понимать. Лишить человека за, да, бесследствия, за одну минуту, все просто, это бесчеловечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова